Боги Олимпа — дуэльная тактическая игра, в которой участники будут использовать уникальные свойства древнегреческих богов с целью опередить соперника на пути к вершине Олимпа. Играть в неё могут как два участника, друг против друга, так и четверо, разделившись на команды по двое. Вся информация в игре открытая и в ней нет фактора случайности. Победа зависит только от вас, от вашего умения удивить соперника и предсказать его решение. Интересно? Тогда устраивайтесь поудобней, сегодня мы научимся в неё играть. Чтобы начать игру, разместим на поле восемь фигурок богов, через одну клетку на первом кольце. Все боги в игре общие, вы сможете ходить любым из них. Все карты богов в игре двухсторонние, имеют сильную и слабую стороны. Всего богов восемь, каждому богу соответствуют две карты. Сейчас все эти карты нужно перемешать для того, чтобы с их помощью определить стартовую расстановку жетонов на поле. Жетонов в игре 24, по 6 жетонов каждого вида. В процессе игры вы будете выкладывать их на Олимп при помощи способностей богов. У жетонов есть различные эффекты, которые мы разберем позже. Перед началом игры нужно выложить на Олимп по два жетона каждого вида. Для этого возьмите первый стартовый жетон молнии и верхнюю карту из стопки. Посмотрите на знак на слабой стороне карты и найдите его на поле. Затем откройте следующую карту из стопки и посмотрите на цифру. Вместе знак и цифра укажут вам ячейку на поле, на которую нужно выложить этот жетон. Точно таким же образом разместим еще один жетон молнии. И еще шесть жетонов в таком порядке. Два жетона преграды, два жетона портала и два жетона плодородия. Все оставшиеся жетоны выложите на подходящие по цвету углы на поле. Это запас. Теперь раздайте каждому игроку по одной карте каждого бога и выложите их сильной стороной вверх. Так чтобы каждый игрок мог видеть карты соперника. Можно начинать игру. Ваш ход состоит из трех шагов. Первый это движение. Вы двигаете выбранного бога на одну клетку влево, вправо или вверх по Олимпу. Если вы наступили на жетон, он срабатывает. Выполняете его действия. Затем примените способность бога, которого двигали, и в завершении хода переверните карточку этого бога. Таким образом оба соперника всегда видят, каких богов они уже двигали и каких могут двигать в следующий ход. Ваша задача первым привести любого бога на вершину Олимпа в свой ход. Первым ходит тот, чья карта Зевса помечена буквой Альфа на слабой стороне. Итак, выбираем бога, которого будем двигать. Можно выбрать только бога, чья карта лежит перед игроком с сильной стороной вверх. Ну, поскольку сейчас начало игры, то все карты богов лежат с сильными сторонами вверх. После того, как бог будет активирован, его карта перевернется, и до определенного момента он будет игроку недоступен. Ну, сейчас давайте выберем бога, например, мы выберем Аида, для того, чтобы подвигать его и применить его способность. Переместить бога можно на одну клетку влево, вправо или вверх, то есть по направлению к вершине Олимпа. Можно вставать на незанятую клетку, то есть где нет другого бога или жетона преграды. То есть вот в такой ситуации вперед мы Аида подвинуть не сможем. Если свободных клеток нет, то бог остается на месте. То есть даже если нет подходящих клеток для движения, все равно вы можете выбрать такого бога. Он останется на месте, и вы только примените его способность. По диагонали и назад двигаться нельзя. Если бог встал на пустую клетку, то переходим ко второму шагу. Используем способность бога. Если же бог остановился на ячейке с жетоном, то сперва срабатывает действие жетона. Давайте разберем сначала действия жетонов. У жетона преграды нет других эффектов, кроме того, что ни при каких обстоятельствах боги не могут встать на клетку с ним. Жетон плодородия. Двигайте этого же бога еще раз на одну клетку влево, вправо или вперед. Если после этого дополнительного движения бог снова остановился на ячейке с жетоном, то и этот жетон тоже срабатывает. После чего уберите жетон в запас. Зона действия жетона молнии, его клетка и все соседние. Любой шаг бога по этим клеткам и жетон срабатывает, блокируя способность бога на этот ход. Таким образом, если я похожу вот так, то сработает жетон молнии. Я пропущу шаг активации способности бога и перейду к шагу конец хода. Жетон портала. Переместите бога на клетку с другим жетоном портала. После чего уберите оба жетона в запас и переходите к шагу способность. Но в данном случае Аид попал на зону действия эффекта молнии, поэтому его способность не активируется. Итак, следующим после движения применяется способность выбранного бога. Давайте разберем, какие в игре существуют боги и что они умеют. После того, как вы переместили Аида, и если его способность не была заблокирована, возьмите из запаса один жетон портала и поместите в подходящую ячейку на поле по своему выбору. Вообще, любой жетон по способностям богов можно выкладывать только в пустые ячейки, то есть в которых нет ни одного бога и других жетонов, и также нельзя выкладывать на вершину Олимпа. Например, мы выложим жетон портала вот сюда. Если вам нужно выложить жетон, но жетонов этого типа в запасе не осталось, вы должны переместить один из жетонов этого типа на другую клетку поля по своему выбору. Бок войны Орес. Выберите две пустые клетки и разместите на них по одному жетону преграды из запаса. Афина позволяет вам перевернуть слабой стороной вверх одну или две из своих карт. Зачем это делать? Чтобы быстрее переворачивать обратно слабые карты, потому что если вы применили способность и у вас не осталось сильных карт, сразу переверните все свои карты сильной стороной вверх. При этом, если Афина ваша последняя сильная карта, то переверните все ваши карты сильной стороной вверх перед тем, как применить ее. Разворачиваем карты и переворачиваем слабой стороной вверх одну или две. Способность Афродиты позволяет вам выбрать любого другого бога и подвинуть его по обычным правилам, но при этом не применять его способность. То есть, например, я подвинул Афродиту, теперь в качестве ее способности выбираю Аида, двигаю его фигурку, при этом способность Аида не срабатывает, а вот если он наступил на ячейку с жетоном, то свойство жетона срабатывает. При этом в конце хода я переверну не карту Аида, а только карту Афродиты. И в следующем ходу смогу подвинуть Аида. Обратите внимание, что способность Афродиты не может привести бога на вершину Олимпа, как и действия сработавших в этот ход жетонов. То есть, вот в такой ситуации, если я, например, подвигал Афродиту, выбираю Аида, встаю вот на этот жетон, по свойству этого жетона я уже не могу попасть на вершину Олимпа, но могу, например, подвинуть его влево или вправо. Способность Геры позволяет вам выбрать и перевернуть слабой стороной карту соперника. Например, я выбираю Геру, двигаю ее и применяю способность. Я вижу, что в следующем ходу соперник может сыграть карту Аида и привести его на вершину Олимпа, поэтому я ее поворачиваю слабой стороной и, заканчиваю ход, поворачиваю тоже свою карту Геры слабой стороной. Свойством Зевса можно выложить на поле один жетон молнии, а Диметрой – жетон плодородия. А вот у Посейдона есть две способности, из которых нужно выбрать одну. Он может убрать один жетон с поля в запас или подвинуть любого бога назад. Как это работает? Например, я активирую Посейдона, двигая его вперед и после этого убираю жетон преграды обратно в запас, после чего поворачиваю карту Посейдона слабой стороной. Или я также могу активировать Посейдона, подвинуть его на одну клетку вперед, потом выбрать Аида, подвинуть его на клетку назад, Аид наступает на жетон плодородия, жетон плодородия срабатывает, я двигаю Аида вот сюда и сбрасываю жетон плодородия. Если при этом в движении назад бог встает на клетку с жетоном молнии или на одну из соседних с ним клеток, то свойство этого жетона не срабатывает, но он сам убирается в запас. И в конце своего хода переверните карту бога, которого вы двигали слабой стороной вверх. Если после этого все карты перед вами лежат слабой стороной вверх, переверните их на сильную сторону и передайте ход сопернику. Игра заканчивается, когда один из богов встает на вершину Олимпа. Как играть вчетвером? Разделитесь на две команды по двое и сядьте вокруг игрового поля через одного. После того, как вы выложите стартовые жетоны, разделите карты на две колоды, так чтобы в каждой было по восемь карт разных богов. Затем возьмите первую колоду, перемешайте и раздайте ее случайным образом по четыре карты двум игрокам из разных команд. То же самое сделайте и со второй колодой. Если при игре вчетвером у одной команды оказываются две карты одного бога, или ни одной карты одного из богов, это нормально. В нашем случае эта команда получила две карточки Ореса, соответственно, у другой команды Ореса не будет. Точно так же первым в игре будет ходить игрок, у которого есть карточка Зевса с Альфой на ее слабой стороне. Допустим, он походил по Сейдонам и убрал вот этот жетон. В конце вашего хода не переворачивайте карту бога, а уберите ее в общий сброс. Когда у игрока заканчиваются карты, он берет сброс и выбирает из него четыре карты разных богов. Только в том случае, если в сбросе нет четырех разных карт богов, разрешается взять две одинаковых. Свойства Геры и Афины в режиме на четверых работают несколько иначе. Гера, которая в режиме на двоих позволяет вам перевернуть слабой стороной карту соперника, в режиме на четверых позволяет вам назвать бога и соперники должны сбросить карты этого бога. Например, я играю Геру, двигаю ее сюда, называю бога Аид, соперники сбрасывают эти карты. Афина в режиме на четверых позволяет вам сбросить не только свою карту, но и карту союзника. Например, я сыграл Афину, сбрасываю ее карту, карту Диметры и карту своего союзника Орес. А на этом все. Спрашивайте игру в магазинах вашего города и вперед к вершине Олимпа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Олимпа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok